Количество украинских нелегалов стремительно растет в Израиле. На землю обетованную они устремляются в поисках работы, но вместо этого они могут заработать здесь серьезные неприятности. Все подробности узнаем от Сергея Ауслендера. Израиль буквально переполнен нелегалами. Главный скандал здесь разворачивался в последнее время вокруг беженцев из Африки. Их собираются депортировать в Руанду, но когда власти подвели итоги нелегальной миграции за прошлый год, то выяснилось, что нелегалов среди выходцев из бывшего СССР чуть не вдвое больше, чем африканцев. И абсолютное пальмопервенство здесь принадлежит, увы, украинцам. Только за прошлый год они подали около 8 тысяч прошений о предоставлении статуса беженца. Это больше, чем все остальные вместе взятые. Все это привело к печальным последствиям, например, для туризма. Очень многих украинцев прямо в аэропорту, в том числе и совершенно добропорядочных туристов, стали разворачивать и отправлять обратно. Каждый день в Израиль прибывают несколько рейсов из Украины. Большинство пассажиров этих рейсов возвращаются обратно на территорию Украины. По причине того, что их подозревают в желании остаться в Израиле незаконно. Жить или работать, совершенно у всех разные причины. Но это факт. Сегодня государство Израиль не пропускает большое количество граждан Украины на территорию Израиля именно из-за этого опасения. Нелегалы из Украины приезжали в Израиль раньше, но, в отличие от африканцев, вели себя здесь вполне пристойно. Ни в какой противоправной деятельности не участвовали. Просто работали, хоть и нелегально. Но в 2014 году, когда началась война на востоке Украины, этот поток резко увеличился, причем в разы. И выяснилось, что среди тех, кто просит статус беженца, масса людей, которых война вообще никак не затрагивает. Например, жители Киева или запада страны. Кроме того, появилось огромное количество фирм, которые предлагают быстро изготовить израильскую рабочую визу или израильские документы вообще. Все это фальшивки. В лучшем случае их обладатели ожидают депортации, запрет на въезд на 10 лет, а в худшем можно и угодить в тюрьму. Тут действует на самом деле очень простое правило. Израильскую рабочую визу можно получить только на территории Израиля. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.